У меня не было фееричного детства. Я абсолютно из обычной семьи. И жили мы в Невском районе Санкт-Петербурга. Это спальный район. Несмотря на то, что он достаточно недалеко от центра, это далеко не центр, скажем так. И начинал я свое движение по фигурному катанию на Васильевском острове. Не поверите, в то время почему-то был залит каток в церквушке на Васильевском острове на набережной лейтенанта Шмидта. Через полгода моих занятий мы перешли во дворец спорта юбилейный с дюшор по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербурга. И, собственно говоря, там я проработал, прозанимался основное количество времени своей спортивной карьеры. А если быть точным, то от начала и до конца. И даже более того, начинал тренировать я именно там, в юбилей. Продолжение следует... Прекрасно помню, это было в 90-м году, это было на тренировке, это было в Санкт-Петербурге, в спортивно-концертном комплексе, в котором мы на тот момент тренировались. Это было межсезонье, это, наверное, что-нибудь было август месяц, приблизительно, плюс-минус. Вот. И... Ну, а решились очень просто, потому что, когда спортсмен занимается и понимает, что он может сделать чуть-чуть больше, чем он может сделать, да, он, собственно говоря, двигается вперед. И, соответственно, у меня был хороший потенциал к тому моменту. Ну, вот, собственно говоря, и выучил то, что нужно было выучить. Во-первых, он, конечно же, сыграл огромную роль в моей жизни не только как спортсмена, но и как личности, и как человека. Это первое. Я уже вам говорил, что, собственно говоря, я рос без отца, и... А с Алексеем Николаевичем, допустим, проводил достаточно много времени. Как на льду, так и вне льда. Поэтому он меня учил не только фигурному катанию, но учил и жизни. Это очень важно. Методики. У него очень большой опыт. У него очень большие есть научные работы и труды, книжки, методические пособия и так далее. Он долгое время преподавал в университете Лесгофта. Сейчас он является там руководителем по сей день. И он всегда был новатором. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Была проделана очень большая работа. Естественно, мне эта Олимпиада запомнилась только с самой хорошей стороны. Но та Олимпиада, которая была первой, она тоже для меня была очень светлая и хорошая. На Олимпиаду в 1994 году вернулись еще профессиональные фигуристы, которые Брайан Байтана, Виктор Петренко, Курт Браунинг и так далее. И была очень серьезная конкуренция на самом деле. Но, наверное, ничего не бывает просто так. И помимо нашей работы еще и звезды сложились таким образом, что более опытные спортсмены выпали из борьбы после первого дня соревнований. И, собственно говоря, медали разыгрывали уже более молодые, такие как я, Элвис Тойко и Филипп Канделора. Но я справился и физически, и эмоционально, и морально с этим турниром. Поэтому это было все справедливо. Естественно, я их очень хорошо знаю. Мы, во-первых, занимались в одной группе у одного тренера, это раз. Во-вторых, скажем, я уже был на закате своей карьеры, но все равно мы принимали участие в соревнованиях вместе. Между собой соревновались, поэтому на сегодняшний день-то мои друзья. Я прекрасно общаюсь и с Алексеем, и прекрасно общаюсь с Евгением. Вот, поэтому мы, конечно, далеко друг от друга. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и так далее. Но, тем не менее, мы встречаемся периодически и здесь. И Женя приходил к нам на тренировки буквально несколько месяцев назад. Алексей Ягудин работает у Ильи в шоу. И каждое лето они здесь выступают с гастролями. Мы тоже встречаемся, общаемся. Что касается их чемпионства, то, конечно же, они выделялись, и выделялись очень сильно. И если вы помните, на протяжении нескольких лет соперничество, собственно говоря, было, можно так сказать, только между Алексеем и Евгением. Адаптация по работе, по работе прошла достаточно хорошо. Адаптация привыкания к городу, наверное, чуть сложнее, потому что у нас совсем разные климатические пояса, вот, и совсем разный климат. Поэтому, скажем, полгода понадобилось для того, чтобы привыкнуть. В Сочи я оказался уже почти два года назад. Наверное, не совсем правильно была выстроена работа в Петербурге. Не мной, а другими людьми. Поэтому мне немножко стало там некомфортно. И я попал сюда, в Сочи. И об этом на сегодняшний день ни на секундочку не жалею. Что касается наших спортивных кадров, то мы в начале нашего пути, дети приезжают, дети начинают заниматься фигурным катанием. И здесь, что очень приятно, есть маленькие начальные подготовки, и есть уже детки постарше. Сочи. 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 Во-первых, она симпатичная и маленькая девчушка, которая выступала на Олимпийских играх. Это первое. Второе. Это симпатичная и маленькая девчушка выступала у себя дома. То есть здесь, в Сочи. Это очень важно. Это два. И третье, наверное, она очень сильно зацепила тех любителей фигурного катания и даже не любителей фигурного катания той произвольной программой со списком Шиндлера, который, опять же таки, произошел здесь, на Олимпиаде. Юль Липницкая – это действительно уже величина. Это состоявшийся факт. Что касается Олимпийских игр и насколько это повлияло, давайте мы с вами подумаем вместе и поймем, что испытание славы – оно очень тяжелое испытание. Не каждый человек очень быстро может с ним справиться и двинуться дальше. Поэтому констатирую факт, что, конечно же, Олимпиада повлияла на ее дальнейшее становление в спорте. Воспорядок достаточно простой. Он всегда практически одинаковый. Подъем где-то в 7-7.30 утра. Дальше я приезжаю на каток. Дети под нашим руководством разминаются на полу. Потом у нас ледовая тренировка. После ледовой тренировки у нас обязательно зал. Он очередуется хореографией или различными другими занятиями в зале. Специальная физическая подготовка, общая физическая подготовка и так далее. И приблизительно вечерняя схема, она где-то приблизительно такая же. На тренировочном процессе мы проводим утром порядка 3.30-4 часов. Вечером где-то приблизительно так же. То есть 7-8 часов мы ежедневно... Это чистое время, которое мы занимаемся непосредственно практической работой. Субтитры подогнал «Симон» У меня действительно двое детей. Они у меня близнецы, так получилось. И им уже по 15 лет сегодня. Они уже взрослые. Они учатся в школе. Они у меня разносторонне развиты. Они позанимались достаточно многими видами спорта. Чуть-чуть профессионально, к сожалению или к счастью, они ничем не занимаются. Но, тем не менее, они продолжают для себя, скажем, заниматься плаванием. Супруга у меня Виктория. Я ее очень люблю. Мы с ней уже, как вы понимаете, очень давно вместе. На самом деле, получается, в августе этого года будет 20 лет, как мы с ней познакомились. Познакомились мы у нашего общего знакомого на дне рождения. Что касается личного, я все-таки на 100% уверен, что это наши дети. Значит, я бы хотел, чтобы те мальчики, которым 15 лет сегодня, чтобы они получили образование, чтобы они устроились в жизни, чтобы они были благодарными, чтобы они были здоровыми и счастливыми. А что касается спорта, плохой тот солдат, который не мечтает быть генералом. Поэтому, как спортсмен я достиг, как тренер есть еще к чему стремиться. Будем стремиться к Олимпу, соответственно. Субтитры создавал DimaTorzok